МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ и я, его ведущий, Сергей Волков. Гость нашей сегодняшней программы, легенда самарского губернского спорта, королева спорта и мой боевой товарищ Геннадий Белков. Здравствуй, Геннадий. Привет. Геннадий Белков. Мастер спорта международного класса по прыжкам в высоту. Родился 24 июня 1956 года в Куйбышеве. Рост 194 сантиметра, вес 82 килограмма. Легкой атлетикой стал заниматься с 13 лет у Виктора Чекмарева в коллективе физкультуры 4-го государственного подшипникового завода на стадионе Торпеда-4. Трудовую деятельность начал в 1973 году после окончания школы номер 35 слесарем-лекальщиком в инструментальном цехе 4-го ГПЗ. Норматив мастера спорта по прыжкам в высоту выполнил в 1975 году, став победителем юниорского первенства СССР и серебряным призером молодежной матчевой встречи СССР-США. В 1976 году стал победителем молодежного матча СССР-Великобритания. В 1976 году выполнил норматив мастера спорта международного класса, выиграв чемпионат Центрального совета ДСО «Трудовые резервы». Двукратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР, серебряный призер чемпионата Европы. На летней Олимпиаде 80 в Москве занял 10-е место с результатом 2 метра 21 сантиметр. Личный рекорд 2 метра 32 сантиметра. Неоднократный чемпион Узбекистана. В 1981 году закончил Куйбышевский индустриально-педагогический техникум по специальности слесаремонтник. В 1988 году получил диплом тренера Узбекского института физической культуры. Сегодня работает тренером-преподавателем с Дюшор-6. Хобби – рыбалка. Я очень рад, что ты нашел время рассказать об Илум, о том, с чего ты начинал и как ты добился, я считаю, громадных успехов в легкой атлетике. Ты участник Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Это, пожалуй, самая главная твоя визитная карточка. Прошло уже столько лет, а герои Олимпиады в 1980 постоянно на слуху. Но хотелось бы начать совсем с другого, с более приятного, может быть, для тебя. Хочу тебе вручить подарок. Подарок со смыслом. Держи. Спасибо. Тебе ни о чем не напоминает эта шоколадка? О далеком детстве. Когда были вкусные конфеты, когда шоколадная фабрика России выпускала лучший в мире шоколад. Я тебе хочу напомнить еще один факт из твоей биографии. В далеком, в 1973 году, 44 года назад, я проиграл вам с Володей Андреевым, с твоим верным товарищем по спорту, проиграл эту шоколадку. А проиграл, когда мы соревновались в спортзале 4-го ГПЗ на стадионе. С вами мы проводили совместные тренировки. Это я все прекрасно помню. Я просто напоминаю, ставил барьерчики, вы прыгали в высоту. А когда вам надоедало, и для разрядки тренировочной, мы соревновались в высоту. Это я специально рассказываю для наших телезрителей, потому что, чтобы знали, откуда у нас пошла дружба и знакомство. Так вот, пошло с этих шуточных соревнований. Вы прыгали с Володей Андреевым, ну, как обычно, а я с подкидного гимнастического мостика. И, откровенно говоря, однажды я чуть не сломал шею и проиграл вам, потому что прыгал в Фосберифлоп, полетел через маты и здорово шарахнулся. Уехал потом в Казань, и вот все, никак не было случая, чтобы отдать ваш заработанный честно приз. То есть это пополам? Ну, с Володей Андреевым, да. Все. Большое спасибо. А вот ты, кстати, не помнишь, вот там, на четвертом КПЗ, какой был ваш рекорд? Сколько вот мы прыгали? Я помню, что 2.15, это точно вы прыгали там. Мы прыгали, действительно, 2.15 оба, когда тренировались в том зале, ну, а прыгали в этом манеже. В том зале самый большой результат, если не ошибаюсь, метр девяносто пять. Ну, вот сейчас мы находимся в уникальном для Самары месте, для губерния. Это электрический манеж, раньше он назывался «Авиакор», сейчас его называют «Дворец спорта-авиационного завода» по-разному. Хотя он уже в частных руках. Но, тем не менее, вот я смотрю, бурлит жизнь. Я вот зашел сюда, вот, честно говоря, с трепетом. Потому что вот после заводского этого спортивного зальчика на «Торпедо-4», потом мы сюда приходили, и здесь были соревнования. Должен сказать вот для наших телезрителей, что вы тогда все спортивные соревнования, как правило, программа спортивных соревнований заканчивалась прыжками в высоту. И вместе с Володей Андреевым были кумирами, кумирами представителей королевы спорта. На вас ходили вот как в театр, смотреть, сколько же вы прыгнете. Вот прыжковая яма здесь стоит, это вот гигантский зал, напомню. Именно здесь вы и сделали вот первые шаги в большой спорт. На открытии этого сооружения, когда здесь прошли соревнования в честь его открытия. А какой год, ты не помнишь? 1972. 1972 год. Я точно знаю, что я прыгнул, здесь установил личный рекорд в этих соревнованиях, прыгнул 1,95 м. Тогда первый разряд был 1,90 м, а кандидат мастера спорта 2,02. Это было в декабре 1972 года. А уже в январе-феврале 1973 мы с Андреевым, как обычно в соревнованиях, здесь уже напрыгали выше 2 метров. Кажется, 2-3. То есть выполнили нормативы кандидатов к мастера спорта. То есть вот вся твоя спортивная жизнь, она протекала вот в этих стенах этого мастера. Дальше, дорогая моя, вся легкоатлетическая Самара здесь свои результаты наращивала. Я тебе скажу даже больше. Мы приезжали из Казани, я со сборной Татарстана. Это весь бомонд легкоатлетический, вся тусовка по Волжье, она была здесь. Потому что Манеж был здесь. Да, других мест не было. И поэтому мы приезжали сюда, выступали здесь со звездами, с будущими звездами легкой атлетики. И кто мог вообще подумать, что из того коллектива вырастут звезды Московской Олимпиады. Вот я, например, бежал, да, здесь вот 60 метров с барьерами, раньше здесь была дорожка. С Андреем Прокофьевым, будущим олимпийским чемпионом. Я ему проиграл, но до сих пор я вспоминаю об этом. Но и вы-то здесь напрыгали, здесь тоже очень прилично. Да, в этом Манеже... Вот, кстати, рекорд зала у кого, кому сейчас принадлежит? Сейчас Цыплаков 2.33, но это три года назад на Кубке Губернии. А 33 года назад? 2.25. Кто? Я. Геннадий Белков. 2.14 я прыгнул перед этим на соревнованиях, на каких-то, и решил попробовать свои силы здесь. Но ты уже перешел в ветеранские уже? Да, мне уже было 40. То есть тех, кого за 40. То есть, когда мне было 2.40, 2.14 это был норматив мастера спорта. То есть, я его здесь выполнил на соревнованиях. А вот на Кубке Губернатора что-то там у меня не сложилось, видимо, молодежь меня все-таки не подзавела, а загубила, и я, кажется, 2.10 всего прыгнул. И ты решил окончательно стать тренером уже, уйти, а ты из этого... Я тренером работал, это не мешало. Я еще 4 или 5 раз Россию среди ветеранов выиграл. Ездил иногда, так, съездишь в Сочи, там, в Адлер, прыгнешь 2.5, 2.7 или там куда-нибудь. В основном это было на уровне 2.5, 2.7. Ну, это развлекалка, это больше была развлекалка какая-то. Это, ну, как бы, интерес встретиться, съездить куда-то с друзьями, которых давно не видел, посоревноваться, где-то с кем-то просто побеседовать. Ну, то есть, такая это нормальная жизнь человека, который привык жить в спорте. И ты до сих пор занимаешься поездкой ветеранской? В сожалению, сейчас с ветеранами не соревнуюсь, если так можно сказать, по состоянию здоровья. Старой стал. А сейчас я уже детей вожу на соревнования и также встречаю всех своих, ну, бывших соперников, там, друзей. То есть, жизнь в том же русле. Вот ты один из немногих у нас в губернии, кто в лёгкой атлетике становился чемпионом Советского Союза. Причём дважды. Дважды выиграл Кубок Советского Союза. Единственный, кто попал в состав Олимпийской команды, я имею в виду их в прыжковых дисциплинах. Наверное, это вот самое яркое пятно в твоей долгой спортивной биографии. Ты часто вспоминаешь Москву Олимпийскую? Ну, в Москве, да. Было всё подготовлено очень хорошо. За год до Олимпиады провели спортакиаду народов СССР в Москве на тех же спортивных аренах. И вот, когда уже присутствие на этих стадионах, там, залах, на каких-то подготовительных этапах, уже настроение поднимало, уже сразу видно было, что у людей глаза горят, что все хотят, все рвутся. Молодые были, задорные. Творили такое, что до сих пор удивляемся. А я хочу сказать тебе, я до сих пор тебе благодарен за то, что вот как раз в 79-м году я был на распуде или продолжать дальше готовиться к Олимпиаде. Ты тоже был воспитанником Центра Олимпийской подготовки Самарской, я Казанской. Но я ушёл, выбрал стезю журналистику спортивную, нисколько не жалею, потому что я вовремя попал. Ты был в сборной команде Советского Союза, Володя Малоземлин был в сборной команде. И мне доверили, так сказать, опекать сборную команду СССР по лёгкой атлетике вот в процессе подготовки. Я написал кучу всяких заметок. И очень благодарен тебе, что ты меня с будущими олимпийскими чемпионами познакомил, в том числе и с легендарным человеком прыгуном в высоту Володей Ященко, который незадолго до Олимпиады установил мировой рекорд 2 метра 35 сантиметров. Он 2 метра 35 сантиметров прыгнул, да, зимой в Манеже. То есть это зимний рекорд мира. Перед этим в 1977 году он прыгнул 2.33, установил мировой рекорд летний. Кстати, он это сделал в Штатах на матче СССР-Ша среди юниоров. В тот же самый день, а мировым рекордсменом был Стоунс, Дуайд Стоунс. И в этот же самый день на соревнованиях в Финляндии я обыграл Стоунсом. В общем, получилось, что... Такая щекотливая ситуация. Да, он одновременно и проиграл, и проснувшись утром узнал, что он больше не мировой рекордсмен. Но, кстати, из советских спортсменов никто его не обыграл. Стоунсом. Только ты. А Ященко умудрился у него рекорд отобрать, а я у него соревнования выиграл. Назывались всемирные хельсинские игры. Я очень хорошо помню 1 августа 1980 года прошла квалификация. Все три советских прыгу на высоту прошли квалификацию. Это Александр Григорьев, первый номер был в сборной, ты второй и Алексей Деменюк. Деменюк, да. Помоложе он, по-моему, был у вас всех. Ну, да, на годик помоложе. И очень высокий, кстати, был проходной балл 2-21. Это очень прилично. Да, и мы утром все легко это сделали, без всяких проблем. Кажется, Григорьев со второй попытки, а мы с первой обы. И Деменюк, и я. Начались основные соревнования, и вот здесь-то вдруг перед вами перебежала какая-то черная кошка. Вы взяли опять 2-21, а дальше, увы, что-то не пошло. Что не пошло? Не пошли прыжки. У всех одновременно на одной и той же высоте не пошли прыжки, и все одинаково себя почувствовали как-то не в соревновательном режиме. Это была черная магия, это был какой-то неправильный психологический настрой, это, наверное, то, что вы были чистыми спортсменами. Потому что как можно объяснить, что три немца вдруг оказались в первой четверке прыгунов, и они опрыгали вас, хотя вы были лидерами сезона. Одними из лидеров сезона вместе с Ятсом Шелой. Ну да. Вот как это объяснить? Мы хотели победить. У нас слезы, Ген, стояли, когда мы вот рядом с прыжковым сектором сидели и смотрели вот за тем, как вы соревновались. Неправильные вопросы, не могу я на них ответить, не получается. Почему? Ну, во-первых, потому что я уже забыл за 40 лет, как это все было. А во-вторых, на эту тему тяжело рассуждать. Мандраж был? Не было. Абсолютно. Не было абсолютно. Может быть, как раз и этого настроя не хватило. Стремления к победе было до высоты 2,21. А вот скажи, пожалуйста, вот моя олимпийская аккредитация. Да. А твоя где? Ты где ее хранишь? Дома. Коробочки такой. У меня там, кроме этой олимпийской, еще различных международных соревнований, масса аккредитаций. Они все очень хорошо хранятся, так что я их найти не могу. После переезда куда-то убрал эту коробочку, скорее всего, даже супруга. И вот сейчас не знаю где, но если она потребуется, если будет жизнь зависеть от этой аккредитации, я ее найду. Ну, я думаю, что вообще аккредитация, это как боевой олимпийский орден вообще. Ну, это паспорт, так сказать. Да, паспорт это на всю жизнь останется как награда, потому что быть участником и завоевать десятое место, это тоже почетно. Сколько в итоге вы напрыгали тогда? 2,21. 2,21. 2,24 у вас с Григорьевым не получилось, насколько мне не изменяет память. А Деменюк перенес высоту на третью попытку на 2,27 и тоже не попал. Ну, будем считать, что, наверное, вы ошиблись разбегом. Вам здорово за это вылетело потом от руководства спорткомитета СССР? На следующий день мы уже не были членами сборной страны. А что ты можешь сказать по поводу немецких спортсменов? Мы знаем прекрасно, что спортсмены ГДР были напичкены всякими допингами и так далее. И очень много разоблачительно в последнее время по поводу того, что происходило тогда на Олимпиаде 80. И вообще, как можно объяснить, что Герд Весик вдруг установил мировой рекорд и поднял свою планку личного рекорда сразу на 6 сантиметров? И вообще, вы на кого ставили в тот момент? С кем боролись-то? Ну, Вшола, конечно, это был один из лидеров среди тех, кто приехал на Олимпиаду. Яцак Вшола, поляк, был лидером сезона. Да, да, да. Но он был явным как бы лидером, поэтому в основном, конечно, ориентировались на него. А о том, что будут немцы так прыгать, честно говоря, никто не ожидал. Это было откровением. Ориентировались, что соревнования будут среди 4-5 участников, в том числе 3 советских. Ну, что они, в конце концов, пружину что-то поставили себе в шиповке? Нет, они очень хорошо тренировались последние полгода и подготовились по методикам российских спортсменов. На всякий случай. Да. Получается так, что они прыгнули выше своих результатов и намного. Ну, что я могу сказать? Это спорт. Вот для людей, которые серьезно занимались и не один год, для них это неудивительно. Потому что, ну, спорт это такая вещь. Вот, например, никто не мог сказать, что советские спортсмены ничего не смогут сделать на этих олимпийских играх именно в прыжках в высоту. Рассчитывали как минимум на две медали. А ты рассчитывал, честно, сам-то, в душе? Я для этого все, что до этого делалось на протяжении последних, наверное, пяти лет. Потому что на олимпиаду 76-го года я не попал тоже там по случайности. Поэтому вот не попав туда, я уже конкретно работал для того, чтобы олимпиаду 80-го года... Эта задача стояла. Есть какая-то в душе обида, что вот до олимпийского перестала вот чуть-чуть не хватило? Ну, здесь как? Здесь, конечно, что-то все-таки было сделано мною неправильно. Поэтому так и случилось. На каком этапе, где, но финал олимпийских игр об этом сказал. Что, Геннадий, ты что-то неправильное сделал, поэтому получи свое. А вот на третью олимпиаду уже сил не хватило? На третью олимпиаду мы не поехали. Я в 83-м году в Штатах предолимпийскую неделю выиграл, прыгнул там 2.30. То есть обыграл там, ну, всех прыгунов в высоту, которые на то время были сильнейшие. Но это за год. Поэтому я вполне рассчитывал, что я могу попасть на олимпийские игры. Но случилось непредвиденное. А случилось непредвиденное. Мы сидим, весенние старты, разминаемся где-то там в каком-то парке, там рощица около стадиона. И слышно, как динамик новости объявляет. И нам говорят, что вот, господа советские спортсмены, вы не поедете в Лос-Анджелес. А вот скажи, пожалуйста, вот разочарование ваше, не поехали на олимпиаду в Лос-Анджелес 84, и вот то, что наши легкоатлеты не поехали в Рио, в Бразилию, вот в 2016 году, это примерно на одной стороне весов? Нет, это несколько разные вещи. На олимпиаду в Лос-Анджелес не поехала вся страна, спортсмены, все, все виды спорта. А в Бразилии не выступали только легкоатлеты. А вот ты разговаривал с товарищами по большому спорту, со специалистами. Трагедия, вот то, что произошло перед Олимпиадой в Рио, когда не поехали наши легкоатлеты, это действительно удар, от которого мы можем не оправиться? Да нет, ну, для того, чтобы оправиться от этого удара, нужны хорошие места для подготовки спортсменов. Ну, вот эта обстановка, она ущерб нанесла очень большой легкоатлетики. Но, тем не менее, у нас есть прекрасная молодежь в возрасте, старшие юноши, юниоры, которые сегодня могут выступать на уровне мировых звезд в своих возрастных категориях. Надо только дать им такую возможность. И через 2-3 года сборная восстановится, основной состав сильным станет. И опять же, если будет где тренироваться. А если приходить на стадион, где нет никакого оборудования, приходить в зал, где занимаются не спортсмены высокого класса, а где просто приходят люди поддержать здоровье, жирок согнать там, то так спорт не развеет легкую атлетику. Да и никакой другой тоже. Ну, вот как ты оценишь состояние нашего атлетического манижа на сегодняшний день? На сегодняшний день, я хочу так, когда этот манеж начинал работать, это был праздник не только для всего города и области, но и для ближайшего Поволжья. Ну, для страны. В стране все-таки уже были. У нас не очень много манежей было тогда, в 1972 году. Так вот, в этом манеже уже появились люди, которые вошли в сборную страны, то есть сборную Советского Союза. Это за каких-то три года здесь, на этой вот площадке, было подготовлено уже несколько человек. Международного класса. Да, а на Олимпиаду 1976 года было четыре прыгуна, два высотника, одна длинновичка и бегун Володя Малоземлина, которые уже были в сборной страны, готовы были представлять страну на Олимпиаде. Это всего за четыре года. А если посмотреть, сколько всего мастеров спорта появилось и как стало выступать в сборной области, то диву даешься. Что бы ты вот сейчас сделал, если бы стал директором вот этого манежа? И дали тебе карт-бланш. Геннадий Алексеевич, делайте, что хотите. Сделайте это образец международных стандартов. На какой период? Допустим, если бы сегодня мне это предложили, сколько бы мне дали времени, чтобы это все произошло? Ну, чтобы люди ноги уже не ломали, потому что я боюсь, что здесь люди бегают и ноги ломают. Для того, чтобы здесь что-то сделать, надо, чтобы этим руководил действительно человек, который знает легкую атлетику, всю ее подноготную, от и до. Который знает, как надо в раздевалке, как надо в раздевалке что поставить, как из раздевалки куда правильно выйти, чтобы не перейти все дорожки, и чтобы никто никого не подзбивал, ноги не переломал. Ну, разметка здесь довольно-таки хорошо нанесена. А просто нельзя, чтобы в то время, когда тренируются спортсмены высокого уровня, там, мастера спорта, мастера спорта международного класса, есть кандидаты в мастера спорта, которые тоже из себя представляют перспективу большую, чтобы в это время под ногами путались люди, которые приходят сюда сделать два прихлопа, три притопа, и где-то покувыркаться, где-то полежать, где-то там поотжиматься. Если я правильно понял, если уж мы создали центр олимпийской спортивной подготовки ведущих атлетов Самарской области, значит, мы должны создать условия для них, чтобы эта подготовка была качественная, чтобы деньги пустую в воздух не улетали. Правильно? Или это для большого спорта, для мастерства, или это должна быть чистая массовка. Можно успеть все. Просто есть люди, которые занимаются серьезным спортом, они должны тренироваться часто два раза в день. То есть они должны тренироваться утром и вечером. То есть вот в период с 10 до 12 и вечером с 15 до 19, кроме них не должно быть никого в Манеже. А все остальные свободны от этого времени. То есть вот здесь правильно нужно регулировать вхозно-расчетное отношение. Или мы выполняем госзадания и готовим мастеров международного класса, или мы оздоровываем население. Это два полярных направления. У нас для оздоровления населения, как наш губернатор представляет всем, что настроено столько залов, любых размеров, любых функциональных возможностей, где, пожалуйста, ходите туда и оздоравливайтесь с утра до вечера. Они для этого предназначены. Пришел, заплатил деньги и занимайся. А должно быть что-то для развития спорта высоких достижений. Вот для этого хоть что-то надо сделать. Я имею в виду в легкой атлетике. Может быть, там для футболистов, для борцов, для боксеров что-то есть. А для легкой атлетики вообще нет. У нас нет ни одного спортивного сооружения, которое бы принадлежало городу. В городе. Они все принадлежат кому угодно, только не городу. И даже стадионы. Да и стадионы. А где у нас хоть один стадион? ЦСКА ВВС. Единственный стадион, где легкая атлетика. ЦСКА ВВС. Армия. Вот я посмотрел, как ты сейчас проводишь тренировку, как прыгали твои ребята. И, честно говоря, мне как-то стало не по себе. Вот честное слово. Стойки какие-то, я не знаю, с каменного века, что-то такое. Пусть даже тренировочные. Нет планок, нет мизера какого-то, без которого невозможно вообще готовить мастеров высокого класса. Я не понимаю. Ты получаешь удовольствие от этого? Я получаю удовольствие. Или ты просто работодатель? Ты приходишь и просто, так сказать, выполняешь свою работу и не более того. Я получаю удовольствие от того, что я занимаюсь любимым делом. А стойки, которые здесь стоят, это я еще через них прыгал, когда был маленький. 30 лет назад. Открытие манежа было в 72-м году. 40 лет назад. Эти стойки стояли. Да, 45 лет назад. Есть барьеры, с которыми мы работаем. С того же времени, в принципе, дети очень хотят. Им они рвутся, они хотят, им нравится показывать результаты, соревноваться. Они согласны учиться всему. Ну, главное было бы где. Скажи, а вот с материальной базой мы разобрались. Она не соответствует современным требованиям. Скажи, а вот сам материал-то вот с кем работать? Вот сами ребята, молодежь, вообще их интересуют прыжки высотой? Есть у нас какие-то звездочки, которых можно воспитать второго Белка, второго Андреева и так далее? Они появляются до определенного уровня. Они доживают, так сказать. Уровень какой? Гостер спорта? Готовятся, да. Там кто-то выполняет мастеров спорта, кто-то там уже скоро может выполнить. Даже у нас, у Андреева, вот есть ученики, которые уже готовы были выполнять международника. Но это все происходит. Я говорю, вот если вдруг кто-то не помешает, не сломаешь ногу. Или там кого-то не задавишь, не собьешь. И после этого не попадешь ни с камней подсудимых. Вот я обратил внимание, ты у нас был и на Олимпиаде прыгал, и начинал, и вообще был мастером в стиле в прыжке перекидном, так называемом. Перекидной прыжок, это для тех, кто не знает, прыгал знаменито легендарный Валерий Брумель. И ты прыгал перекидным. А все остальные прыгали флопом. Нет, перекидным прыгали много, просто так высоко, как Брумель, перекидным мало кто прыгал. А сколько я прыгал в высоту перекидным, столько вообще никто в мире не прыгал. Мне кажется, что твои ученики даже не знают, что такое перекидной. Таким флопом-то некогда попрыгать. А когда им еще другие виды прыжков, конечно, там элементарно начинаем с перешагивания. А перекидной – это очень сложный технический вид. А скажи, а сейчас-то вообще есть в мире остались прыгуны перекидным? Ну, живые есть, которые прыгали, а вот тех, кто сейчас прыгает, таких нет. Я думаю, что не все знают, те, кто смотрит нашу передачу, о том, что в 68-м году вот мы с тобой учились прыгать флопом даже, потому что был флоп и вырыл олимпиаду в Мехико. И вот все заболели тогда этим флопом. Ты продолжал все равно тренировать перекидным. Вот мы как-то все, кто тренировались в нашей группе, на 4-м ГПЗ, там в зале, наверное, мы к этому отнеслись очень спокойно. Мы как прыгали перекидным, так и прыгали. Ну, там что у нас есть. А вот потом, когда пришли вот сюда, в манеж, здесь появилось место, где разбегаться, появилась яма мягкая, куда можно было падать, конечно, кто-то... И мату появились мясти. Я о чем и говорю, да. Появились маты, сразу появились кто-то, кто стал пытаться прыгать флопом. Вот когда с гимнастического мостика взлетаешь на высоту, там, 2,20, ну, под 2,20 даже, вот оттуда лететь уже боязнь просто, это так высоко. А особенно спиной к планке, это что-то вот невероятное. Вот кто не пробовал такого, вот это ощущение было совсем другое, чем перекидной-то. Другое. У нас был подкидной мостик гимнастический, который мы ставили, а яма была по размерам маловато, который мы ставили, разбегались из двух ног, с прямого разбега прыгали флопом. Мы прыгали 2,50, но мостик от планки стоял на расстоянии, наверное, метра три, а яма еще от планки чуть-чуть тоже была отодвинута, потому что угол вылета, да, дуга была очень длинная. Есть ли у тебя готовый рецепт, как прыгнуть выше головы? Вот как? Как взлететь так, чтобы, ну, как Хольм, был такой малыш Хольм. Швет метр восемьдесят рост. Метр восемьдесят, был пристани рост, да, и прыгал 2,41, 2,41. Вот как прыгнуть выше головы? Ну как, вот как Хольм разбежал. Я тоже прыгал выше головы. Ну, прыгуны, которые прыгают выше двух метров, практически все прыгают выше головы. Для того, чтобы конкретно прыгать в высоту, это точно так же, как конкретно очень хорошо научиться петь. Ну, правда, петь может там сейчас аппаратура все сделать, а вот, например, играть на каком-то инструменте очень хорошо. Для этого нужна какая-то предрасположенность. Это раз. Во-вторых, нужен труд такой, чтобы себя никогда не жалеть, а чтобы стремиться, работать, поставить цель и к этой цели двигаться. Скажи, а вот нет у тебя такой мечты, желания, цели, я не знаю, называй как хочешь, воспитать ученика, который бы все-таки поднялся на Олимпийский педестал? Конечно, есть. Условия для этого нужны определенные. Сейчас дети приходят после седьмого урока или восьмого на тренировку, не успев даже покушать, зайти домой. А что от них можно требовать? И в основном так все. Здесь главное, чтобы человек как бы сам этого очень хотел, чтобы он не отвлекался на сутки сидений в интернете, играний в различные игрушки, а чтобы он конкретно знал, что он должен учиться и тренироваться, и отдыхать от всякой билиберды, которая не дает человеку даже глазами открытыми на жизнь посмотреть. Уважаемый Геннадий Алексеевич, ты знаешь, я очень хочу, чтобы вы своей работой давали нам, спортивным журналистам, богатую пищу для того, чтобы рассказывать о героях, новых героях самарского спорта. Желаю тебе на твоем поприще, ну главное, конечно, здоровья и, конечно же, больше творчества, больше желания через своих учеников достичь того, чего ты, может быть, в этой жизни не достиг, хотя, судя по твоей визитной карточке, ты так и остаешься у нас легендой самарской лёгкой атлетики. Удачи тебе! Спасибо! Это был Геннадий Белков, легенда самарской лёгкой атлетики и один из героев Олимпиады 80 в Москве. Мы прощаемся с вами, пока!